Всем привет! Это Вероника. Очень рада вас видеть у себя на страничке. Сегодня будет абсолютно незапланированное видео. Об этом говорит отсутствие какой-либо укладки у меня на голове. Но, пожалуйста, не обращайте внимания. Вы меня просили снимать почаще видео, знаете, такие, ну вот, не то что за жизнь, но как бы вот попроще не стараться там вот что-то из себя надумывать. И знаете, что я подумала? Ко мне только что приехал курьер и привез мне заказ с сайта акушерства. Я думаю, те, кто мамы, кто недавно родили или уже давно родили, знали этот сайт. Там куча всего для детей. И что самое интересное, там куча всего еще и для дома, бытовой химии и в общем прочие штуки. Поэтому для домохозяек самое то. И я подумала, почему как бы вот пока привезли пакет, почему бы с пылу с жару его не открыть? Все ссылки, конечно же, опять будут внизу, если что-то вам покажется интересным. Почему я очень люблю этот сайт? Там огромный, у них, не знаю, какой-то громадный склад. И у них одна и та же вещь, ну скажем, не знаю, пеленочка какая-нибудь. Она есть и за 50 рублей, и за 5550 рублей. То есть у них очень большой разброс продукции. И каждый найдет, что ему нужно, что ему возможно по карману. Так что я считаю, очень полезная штука. Повторюсь, ссылки все внизу. Итак, первое, что я нахожу в пакетике, это вот такой вот паильник. Мы уже подходим к возрасту, когда можно использовать паильники. Я огромная фанатка бренда Pigeon. Вообще паильников есть куча. Опять-таки, в зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас там личный вкус. Потому что есть очень такие аскетичные модели. Есть такие все там тысяча и одна прицесса и так далее. Я взяла Pigeon. Почему мне понравилось? Здесь, во-первых, есть такой вот мягкий носик. И насколько я поняла, можно вот в этот вот носик вставлять соски, которые, в принципе, у нас в огромном количестве. Я просто хочу пытаться Миланю потихоньку приучать к тому, что она может бутылочку за что-то держать. Потому что, ну, она бутылочку как бы держит, но она еще не очень как-то догоняет, как это делать. Мне кажется, именно для этого и сделаны паильники. Ну и плюс, когда начинаются всякие прикормы, да, можно уже добавлять водичку и все в этом духе. 200 миллилитров. Ну, я даже не буду ничего говорить про качество, потому что бренд Pigeon просто вот такой вот. У меня были разные бутылочки разных фирм. И в итоге я остановилась на Pigeon. У них самые удобные крышки, самые удобные соски. Ну, я не думаю о таком супер-супер детском видео, как бы я отдельно расскажу свои фавориты. Так что вот такой вот малюсенький паильничек у нас появился. Ну и, соответственно, к вопросу о паильниках. Взяла еще один, достаточно бюджетный. Тот взяла под наши бутылочки. А этот, слушайте, вот если тот стоил что-то порядка там 680 рублей, то вот этот стоит 240. И, как вы можете видеть, ну, в принципе, примерно все то же самое. Поэтому, если вы закупаетесь для ребенка, не надо сходить с ума, не надо покупать все самое дорогое. Вообще сейчас для того, чтобы открыть интернет-магазин детский, нужно пройти кучу всяких разных норм, сертификаций и так далее. В принципе, детская продукция, что дешевая, что дорогая, она безопасная. Поэтому, если вы там вот решаете, как бы, что купить, не пытайтесь покупать все самое дорогое. То есть, ну вот, можете видеть. Удобные ручки у одного, у другого, у этого сверху, у этого снизу, да. Единственное, я заказывала, там был такой красивый зеленый цвет, а прислали почему-то синий. Это, кстати, минус с сайта Акушерства. Вот многие жалуются, что иногда они, бывает, что они присылают что-то не того цвета, но можно отказаться. Так что, вот, смотрите, и здесь как раз-таки такая же история, как вот тут. То есть, есть соска, а есть более жесткий паильник. Мне кажется, для обучения ребенку мастерству пить из бутылочек самое то. Так, следующее, что я вижу, это какая-то гремящая штука. Это вот такой руль. Вообще, что касаемо детских игрушек, это, конечно, какой-то ужас, потому что кажется, что это все такое дешевенькое, бюджетненькое. На самом деле нет. Как только вы начинаете искать какие-то детские игрушки, вы понимаете, что все, на что можно посмотреть, стоит как бы от 700 рублей и выше. Взяла я вот такой вот руль. Ну, мы часто ездим на машине, и мне кажется, она уже стала понимать, что есть такая история, как руль. Очень приятно, что здесь сразу есть батарейки. Здесь есть такой вот, как сказать, крючочек, который можно подвесить на что-то. Ну, и, соответственно, всякие тут такие игрушки. Это типа зажигания. Даже есть коробка передач. Мне почему-то кажется, что у меня сначала Руслан будет играться с этим рулем. А вообще мне сразу вспомнилась история, кто смотрел «Симсы». Вы помните, там в начале мультика «Марч» едет за рулем, и рядом сидит малышка, и тоже крутит руль. Вот это как раз для тех, кто хочет начать учиться водить машину в самом-самом раннем возрасте. В общем, суперраннее развитие. Так, следующее, что я вижу, это бумажные салфетки. Бумажные салфетки с ребенком расходуются очень быстро. Опять-таки, можно просто вытирать какими-то там, ну, да, там, слюни, еще что-то, пюрешки, так далее. Можно вытирать тряпочками. Это достаточно, в принципе, экономно и безопасно. Бросили все в конце дня в стирку. Но я ленивая. Я очень люблю, когда по дому расставлено очень много бумажных салфеток. И когда моя жаба засыпает, я покупаю вот эти. Они не такие дорогие. Вот такая огромная пачка стоит 260 рублей. Бренд «Манеки» японский. Они очень плотные, но при этом эластичные. А то иногда бывают салфетки такие, знаете, в них напекают очень много слоев. И они прям, ну, как жесткие такие становятся. Ими даже вытирать неудобно. Они не расползаются, но при этом хорошо впитывают. И мне очень нравится вот эта аскетичная коробка. Те же самые «Манеки» 260 салфеток. Есть там по цене 150-160 рублей. Но там очень пестрая упаковка, которая мне не нравится. Так что это вот просто мое такое эстетическое баловство. Одни из самых лучших салфеток. Мне кажется, они вот, ну, и в спальне хорошо смотрятся, и в детской комнате хорошо смотрятся. Здесь написано, что они с ароматом иланг-иланга. Но этот аромат чувствуется буквально первые несколько дней. То есть салфетка не дико воняет там чем-то. Нет-нет-нет. Буквально такой легкий, приятный аромат, легкая отдушка. Вы знаете, что я огромный фанат кондиционеров для белья. Я решила попробовать дальше знакомиться с брендом «Синергетик». Вообще, я уже снимала где-то в пустых баночках, что «Синергетик» кондиционеры для белья детские. Ну, настолько отвратительно пахнут. Я думала, что это у меня что-то не то. Но я посмотрела у многих блогеров, на которых я подписана, те же самые мамские блогеры. Большинство пишут, что вот этот вот розовый кондиционер пахнет ужасно. Сейчас у «Синергетик» вышли новые кондиционеры. Огромная линейка. Там и вот этот райский сад. Я еще взяла сиреневого цвета с лавандой, но его не оказалось в наличии. Вот сегодня курьер меня расстроил, сказал, что его не было. Давайте попробуем как бы хотя бы уж не попить, но хотя бы на аромат. Ой, слушайте, а вот отсюда пахнет просто безумно приятно. Знаете, такой аромат яблочной жвачки, я бы, наверное, сказала. То есть это не просто зеленого яблочка и альпийских лугов, а вот как будто бы такая вкусная-вкусная сладкая жвачка. Слушайте, ну я попробую. Вообще, с учетом того, как это бюджетно стоит, делается в России по каким-то там немецким суперкосмическим технологиям концентрат на 33 стирки гипоаллергенный. Слушайте, ну я думаю, вы это уже обнаружите у меня в пустых баночках. Но вот пока что на первое так вот, на первый занюх, я знаю, что это ужасное слово, но очень неплохо. Ни в какое сравнение не идет с розовым. Я теперь прям еще больше жалею, что не было сиреневого лавандового. Я очень люблю аромат лаванды, лавандовых кондиционеров на осень-зиму. Так что я думаю, следующий свой заказ возьму уже из лаванды. Так, что я вижу еще? Еще я решила разбавить немножко детские салфетки. Взяла Yoko San. Они были максимально дешевые, что до 100 рублей какая-то на них была скидка. У них 3D текстура. Это очень похоже по текстуре на салфетки, которыми мы пользуемся большинство дней. Это Meris. Meris – самые крутые салфетки. Они не пахнут, они не раздражают, и они очень хорошо все собирают и абсорбируют в себя, не размазывая. Никаких аллергий, ничего. Но вообще вот Meris, Yoko San, еще какой-то бренд вот этих вот японско-корейских подгузников. Они очень сильно борются. Но опять-таки расскажу уже подробнее в детских пустых баночках. Может быть, даже они у нас как-то один раз были. Вот здесь могу честно ошибаться. И еще одни взяла вот от такого бренда. Он очень активно представлен на сайте Акушерства. Incense как-то они называются. Не знаю, кто это делает. Делает Россия. Да, вот я почему-то прям так сразу и подумала, что это что-то российское. Ну, тоже довольно-таки бюджетные, но пахнут приятно. Но вот видите, не знаю, ну, наверное, вы не увидите. У них текстура, вот, ну, как знаете, бывают такие отрывные полотенца, да, не бумажные, а вот как нетканные. Кажется, что нет никакой разницы. Но когда вы попробуете на своем ребенке салфетки вот с этой вот 3D пупырчатой перфорацией, вы поймете, что разница есть. Как бы это смешно ни звучало, это не какие-то там сумасшедшие яшматери. Вот просто с точки зрения гиены и ухода за ребенком, это очень-очень большая разница. В первый раз практически за полгода у Миланьи дошло дело до опрелостей. Я даже знаю, почему так случилось. Это не из-за того, что какой-то не такой уход. Она просто уснула не в очень нужный момент и вот прям пошло раздражение по коже. До этого ничего такого не было. Решила ей взять у бренда Baby Cockley. Вообще, это мой любимый бренд. Из того, что вот я сейчас тестирую, скажем так, на себе и на своем ребенке, конечно, уход от La Roche-Posay, от Baby Cockley, от Pigeon. Мы сейчас пользуемся гелем для тела и шампунем и кремом Pigeon. Вот одни из моих прям самых любимых. В этот раз решила не разоряться еще на мыло от Baby Cockley, потому что у нас есть. Но знаете, что мне понравилось? Очень интересное средство. Оно называется жидкий тальк. То есть это и не крем, когда вот знаете, ну вы прям цинковым таким кремом мажете, он обычно такой немножко жирноватый, размазывается, белые пятна. А здесь в виде спрея. Для мам-лентяек это просто самое то. А вы знаете, что я мама-лентяйка. Мне нужно, чтобы все было максимально комфортно, удобно, скажем так, юзабилити. Итальянский бренд. Если вы еще ничего не пробовали, у них не огромная линейка продуктов для детей, но очень крутая. И отдушка здесь просто наишикарнейшая. Пахнет какими-то цветками и немножко алоэ вера, наверное. Но единственное, я знаю, многие мамы вообще не любят, когда у детских средств есть какая-то отдушка. Здесь отдушка есть, поэтому решайте, как вам. Но это вот для меня суперновинка, ни разу не пользовалась. Ой, смотрите, пусть и на заднем фоне. Так что попробуем, что это, как. Ну, в общем, потому что кремами мазать я вот, честно признаюсь, не всегда люблю. Ну вот, что оно, сломанное, что ли? А, смотрите, я ошиблась. Оно было написано, что спрей, а оно все-таки как эмульсия. А, ну смотрите, оно это, оно все-таки не похоже по ощущениям на цинк. Реально, такой немножко есть тальковый эффект, но жидкий. Ну вот, я немножко расстроилась. Я думала, что оно будет пшикаться, но отдушка прям бэйби кокколи. У меня сейчас есть лосьон для тела. Я его не использовала во время беременности. Он от растяжек, но на самом деле он просто такой типичный увлажняющий крем. Он называется мама кокколи. Обалденный. Я его мешаю с маслом с эндбас, и тело просто прям супер гладкое. Ну! Привет! Кто там в кадре? Кто там? Вы чуть-чуть мешаете. Чуть-чуть совсем? Меланья. А, она что-то не фокусируется на ней. Милуша! Мне кажется, папа тебя очень рано разбудил. А, она проснулась сама. Да. Лежит там что-то кых-кых уже. Кых-кых. Кых-кых. Красная вся, боже мой. Так как мы уже вовсю занимаемся прикормом, как бы это странно не звучало, решила купить, скажем так, нашу первую ложечку. Вообще, с темой с первой ложечкой у меня мама просто сходила с ума. Она ждала, когда у Милуши полезут зубы. У нее там есть какая-то своя традиция, я не знаю, откуда она ее взяла, что когда у ребенка вылезает зуб, ему нужно дарить серебряную ложечку. В итоге мама поехала специально, купила серебряную настоящую ложечку, подарила нам. Но это было очень приятно, поэтому Милуша у нас ест серебряные ложечки. Но я подумала, что как бы это, не дворяне, можно что-нибудь купить попроще. В итоге взяла вот такую ложечку. Мне очень понравилось, что эти ложки подразделяются на ложки для мамы, для детей. Ложки для детей, они покороче, обычно они такой эргономичной формы. А для мамы делают длинную ручку. Это очень удобно, и ребенка кормить удобнее, и когда уже более большие баночки, тоже удобнее. Розовенькая, бренд Canpol Babies. Мне он не очень нравится, но я, честно говоря, даже не заметила. Просто выбирала как бы самую дешевую, серьезно. Здесь я не стала сходить с ума, потому что вот эти детские столовые приборы есть и очень дорогие, и очень дешевые. Я думаю, те, которые она сама уже будет учиться кушать, куплю подороже. А такая, ну, собственно, попробуем. Пойдет, не пойдет. Ну и в продолжение детской темы решила попробовать вот такую штуку. Специально купила максимально дешевую. Я знаю, что многие дети вообще на себе не могут носить вот эти вот, ну, как из полиуретана. Они такие, как пластиковые чуть-чуть, да. Поэтому решила взять недорогой. Вообще те, которые качественные, красивые, там, с какими-то мордочками, с какими-то штучками, они стоят прилично, они стоят примерно, там, от тысячи и выше. Этот вообще дешевый, из шести месяцев написано мягкий. Давайте сразу откроем. О, действительно очень мягкий. То есть немножко он, правда, вот здесь замялся. Ну, в общем, это как бы делается вот так вот. Вы поняли, да? Такая штуковинка. Попробуем на Милане, если ей понравится, если она будет с ним кушать. Слушайте, реально, за 200 рублей очень мягкий. Если будет в нем есть, то купим какой-нибудь поинтереснее. Но я думаю, в любом случае купим, потому что у нее сейчас только самое начало прикорма. Она еще довольно-таки аккуратно может сама сидеть, ты ее кормишь. А вот когда дети едят сами, это, да, это отдельная песня. И последнее, что я здесь нахожу, это, конечно же, еще одна игрушка. Мне кажется, я ее купила больше для себя, потому что это вот такой малышка-енот. Я раньше долгое время не догоняла, почему эти игрушки называются развивающими. Но, как оказалось, вот эта вот разница фактур, она для ребенка чему-то его обучает. Но это мы уже все взрослые, да, все умеем. А детям это реально нужно. Во-вторых, они очень любят что-то погрызть. Это прям обязательно. Они очень любят, когда что-нибудь шуршит. Ну, и если игрушка вот такая вот максимально яркая, то это вообще супер. А еще я заметила, у меня у Милани, она очень активно играет в игрушки, у которых есть огромные глаза. То есть у нее есть зайчик с большими глазами, она его очень любит. Она очень любит малышку поист или пузико, потому что у нее тоже огромные глаза. И мне что-то подсказывает, что вот этот енот ей тоже должен очень сильно понравиться. Соответственно, вот, его можно подвесить на что-то, но, честно говоря, как-то он так странно перевешивает. Поэтому не знаю, удобно это или нет. Но просто в ручках таскать, немножко шуршать. В общем, ну, тоже как бы такая максимальная глупость. Я, честно говоря, на картинке думала, что он даже меньше. Но нет, он такой достаточно большой. Но мне кажется, очаровательный. Да, поедем сегодня как раз гулять, возьмем с собой, глядишь, ей понравится. Ну что, друзья, это был весь заказ. Он был супер такой маленький. Обычно я, в основном, когда я была беременна и в первые месяцы Милани, у меня курьеры из акушерства приезжали там через день. Мне кажется, они уже смеялись из разряда, господи, почему эта женщина не может уже сделать один заказ и все. Ну, реально, закажешь что-то одно, потом с задним умом догоняешь, что, ой, надо было взять там еще что-то. Поэтому достаточно часто я там заказываю. Вот, пойду все раскладывать по полочкам. Вам большое спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, интересна ли вам детская тематика. И, может быть, у вас есть какие-то запросы именно для меня о том, о чем-то таком детском. Потому что многие мне пишут очень приятные комментарии о том, что я какая-то суперадекватная мама. Может быть, это не так. Может быть, я только произвожу такое впечатление. Но, тем не менее. В общем, жду ваши запросы. Большое вам спасибо за просмотр. Люблю вас. Целую и обнимаю. Если вам не жалко, поставьте лайк. Мне будет очень приятно, потому что заколебалась бороться с этими алгоритмами Ютуба. Как бы не поставишь лайк, не увидишь видео и становится от этого очень грустно. У меня у самой моя лента подписок. Думаю, куда пропал там какой-то блогер. Смотрю, я до сих пор подписана, а почему-то видео не показывается. Вот. Так что спасибо. Люблю вас. Обнимаю. До встречи. Пока-пока. Пока.